Не надо ко мне идти. Хорошо, так как я определенно сделал хорошее дело, купив. Давай посмотрим, что тут, как тут. Охранная консоль какая-то. Так, блок сигарет. Пока я тут ничего не буду брать. Молоток. А нахер тут у вас молоток лежит, я не понял. Ну-ка, охранная консоль. Подожди, кто там ходит? Это ты тупаешь, Рэй? Херней не занимайся, видишь, мужик ушел. Все, давай. Изменить доступ в архив. Хорошо, что у меня есть ремесла. Имя в списке добавлено, теперь я смогу. Так, все, да? Я уже в списке доступа к архиву. Хорошо. Пойдем, значит, в архивчик. Привет. Стоять. Цель визита входить может только персонал с соответствующим допуском. И сколько раз ты планируешь это повторять, пока ты не поймешь, что входить может только персонал с соответствующим допуском? Убирайся с прохода. Доступ в архив ограничен. Почему я должен пропускать тебя? Потому что у меня есть допуск. Посмотрим. Минуточку. Ты прав. Но кажется, раньше я не видел твое имя в списке. Похоже, у тебя есть допуск. Но я че говорил? Пожалуйста, входи, но умоляю тебя, не мешай архивистам. Помни, тишина это добродетель. А я думал, будет сложнее. Карл, учеба и долг, вот фундамент веры. Все, катись. Ученик, блин. Так, 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 так. Архивчики, значит, где-то здесь. Привет, ребята. Есть тут кто? Никого нет? О, архивист. Хорошо, я не буду мешать. Капец. Доклад техника. А ну, взять. 65-й день после катастрофы. Поступают сообщения о загрязнении воды. Осмотреть турбоотсеки. Такие-то утечки не найдены. Тем не менее, жалобы поступают из всех точек, снабжаемых водой через эту систему. Отправлена команда для изучения всей системы трубопровода. Где-то должен быть источник загрязнения. Безрезультатно завтра снова за работу. 66-й день после катастрофы. Загрязнения присутствуют. Особенно заметно в отсеках таких-то. Отправлены группы для изучения всего трубопровода. Людей не хватает, так что основной трубопровод изучаю я лично. Нужно быстро установить источник загрязнения. 67-й день. Практически вся система водоснабжения загрязнена. Никто не может понять, с какой субстанцией мы имеем дело. Лаборатория взята в пробы почвы. Я поручил ученым разработать способ фильтрации. В качестве меры предосторожности эвакуированы жилые секторы в проблемных зонах. 72-й день. Испытание фильтрационного процесса прошло успешно. Начинаем чистку системы. Ну, молодцы, справились. Нормально. Подвинься так. Что тут? Ох ты, ни хера себе. Вот это штукенция. Доклад ботаника. Образец такой-то погиб. Ни один из образцов не выжил без света. Образец такой-то растет медленно под искусственным освещением. Я планирую начать тестирование настроек спектра. Тестирование идет слишком медленно. Такими темпами мы умрем от голода раньше, чем найдем решение. Если бы только с нами был мистер Гидден. Ему уже доводилось решать задачи выращивания растений в космосе. Но от него записи мало. Что осталось и мне не воспроизвести его работу. Но тем важнее становится моя собственная работа. Эти исследования предназначались для космических проектов. Но мы нуждаемся в них, чтобы выжить на собственной планете, погрузившейся в ледяную тьму. Во время дежурного обхода я заметил, что у образцов таких-то вода была загрязнена. Я собираюсь выкинуть образцы, как вдруг заметил, что они изменились, но отлично себя чувствуют. Я буду внимательно следить за ними. 62-й день. Растения мутируют с невероятной скоростью. Чтобы они не были в воде, я такого никогда раньше не встречал. Мы обязаны выяснить природу этого нового вещества. Бля, вот это да. Захерачили тут чувака. Опыты проводили. А, смотри, это что там такое? Ящер? Какой-то. Круто. Ну, неплохо я сюда зашел, да? Смотри, а? Облюдки. Прикольненько. Да, не мешай, Рэй, вруткомпотте. Что тут-то еще? Табурет, табурет. Все. Пойдем дальше. Вот, архивы. Отлично. Доклад директора лаборатории. 73-й день. Загрязнение удалось локализовать. Также фильтры позволили нам выделить несколько образцов для экспериментов. В эстонии, несомненно, пришлось к нам с кометы. Но как оно могло так быстро распространиться? 75% всего персонала отстраняет такую задачу для изучения веществ. Начались первые симптомы у персонала, контактировавшись с зараженной водой. Нам все еще не удалось расшифровать молекулярную структуру инопланетного вещества. 75-й день. Саймонс сделал невероятное открытие. Энергия. Вещество накапливает внутри себя энергию, и он считает, что к ней можно легко получить доступ. Другими словами, мы нашли новый источник энергии. 76-й день. Оставшиеся среди нас политики уже презентовали идею широкой публики. Мы назвали это вещество ЭЛЕКС. Негативные эффекты мы сохранили в секрете. В такое время хорошие новости важнее. Вся моя команда теперь занята адаптацией наших технологий под новый источник энергии. Если мне повезет, это станет большим вкладом в дело нашего выживания. Возможно, у катастрофы есть и положительный аспект. Если мы сможем заставить это вещество работать на нас, то нам откроет путь к дальнейшему технологическому процессу. Круто. Воспоминания о войне. Поскольку наши братья и сестры легко поддаются искушениям посплетничать, позвольте мне раз и навсегда разъяснить, каким образом Эрик Железный Кулак победил наших роботов. Это случилось в то время, когда способные берсерки начали улучшаться. Они стремились посадить свои так называемые сердца мира не только в Эдане, но и за пределами своих границ, в Игнадоне. Чтобы дать им отпор, мы отправили туда несколько боевых роботов. Сначала им сопутствовала удача. Войны врага были убиты или спаслись бегством. Затем роботы столкнулись с Эриком. Но он победил их вовсе не силой маны, как утверждают берсерки. На самом деле имел место обычный отказ аккумуляторного блока. Ха-ха. Блока. Железный Кулак не может считаться героем. Это всего лишь пустая пропаганда. Не верьте в могущество магии, поскольку оно чудовищно преувеличено. Я и не верю. Я ее видел, эту магию твою. Так, что такое? Исследование свойств Эликса. Мои исследования климата Старого Мира привели меня к любопытному заключению. Эликс повлиял на температуру Магалана, изменив наш климат. До падения кометы регион, который мы называли Ксакар, обладал мягким климатом, как в Абисе. За последние десятилетия, однако, температура на Магалане заметно выросла. Ледяные пейзажи современного Ксакара возникли за относительно короткий срок. Причиной этого должно быть кроется в Эликсе. Снижение температуры значительно ускорилось с момента, когда Альбы начали собирать Эликс и перевозить его в Сакар. Что же нам известно об Эликсе? Прикольно. Так, это уже покрутился. О, запрещенный текст. Мне стало известно, что в прошлом наши уже велись в экспериментальном с Эликсом. Встречаются отдельные тексты с упоминанием об этом. Это следует хранить в тайне. Более того, очевидно, что все мои исследования следует хранить в тайне. Мои братья и сестры ослеплены своей верой, не поймут моих намерений. Я вижу в Эликсе особую силу. Мы используем ее только в своих машинах. Но мне кажется, что Эликс может улучшить и самих людей. Дело ли в том, что до сего момента никто не осмеливался испытывать пределы возможностей Эликса. Документированных случаев, в которых Эликс не проводил к дегенерации подобных. По результату исследования все дело в силе воли. Именно она определяет, что Эликс сделает с человеком. Достаточно сильный ментальный человек Эликс может наделить могуществом. Мне кажется, я достаточно силен. Мои эксперименты неплохо продвигаются. Я мог вычислить дозировку, с которой мое тело способно адаптироваться. Я действительно очень осторожен. Но скоро мне придется скрывать свою работу. Скоро я оставлю этот мир позади. Мой разум достиг новых высот, ведь теперь его не отвлекают бесполезные губительные эмоции. Я уже поделился своим секретом с несколькими избранными. Самых сильных я проверил на совместимость. Бледность кожи в результате процедур может оказаться трудно скрывать. Возможно, кое-кто уже ее заметил. С ростом моей силы растет и риск. Но единственное логическое решение – завершить мой труд. Понятно. Так, тут вроде все, да? Больше ничего нет. Описание календарного года. Календарь – важная опора мирового порядка. После падения кометы предыдущий календарь потерял всякий смысл. Отправившись от катастрофы, мы начали работу над новой, более активным календарем. Последователи Каолана увидят в этом его мудрость. Каждый год теперь состоит из 11 месяцев одинакового длительности. Отчет дат будет производиться со дня падения кометы. Этот год будет считаться нулевым. Прикольно. Фотография, а ну-ка. О, нихера, ребята. Здорово. Круто. Молодцы. По-на-хрен начали тут, конечно. Что-то я уже запутался, где я тут. Так. А тут что? Архивист. Ребята, ребята, все нормально. Останавливай. Ладно, ладно. Сопли не жуйте. Мне надо вот тут что-то достать, да? Где-то здесь. Табурет. Ага, учение Арвида. Учение Арвида. Давай посмотрим. Это был мой первый период отчаяния. Я был совершенно потерян. Не в состоянии найти ответ. Причина обрушилась и на нас в бедствии. В мой темный час во мне, во сне, мне явился Каолан. И указал мне путь. Мы избранные. Нам суждено пережить это испытание благодаря технологии. Мы будем следовать заповедям Каолана, и бескрайние небеса откроются нам. Мы очистим свои души и просветим себя священному долгу. Ибо долг наш – помочь всем блуждающим душам вернуться на путь чистоты и просветления. Комета была прислана, дабы покарать нас. Каолан предупреждает нас. Он предлагал нам избавление. Теперь мы сами должны найти способ вернуть его расположение. Мне стало известно о великом плане по обновлению мира. Я здесь, чтобы направить тех, кто окажется достаточно силен, чтобы пережить пришествие кометы. Будет спасен каждый, кто пройдет испытание Каолана. Соблюдайте заповеди Каолана, не сходите с праведного пути, и бескрайние небеса примут вас. Хорошо. Примут и примут. Так. Надо еще одну захватить где-то тут наверху, да? И чем? Че с ней сделать-то? И что я бороться? Я уже в списке доступа к архиву. Ну, в списке. Я не понимаю. Сломать ее, что ли? Ну, не, как это, короче. Пойдем. Так, мутанты, вот они. Мутанты у нас будут вот здесь вот. Значит, телепортимся сюда. Опачки. И как мне тут пройти? Там ящер. Не пойду я к ящеру. А пойду-ка я сюда. Не нравится мне здесь? Какой-нибудь, что-то там. Деньки мнешь. Позже-то кто? О, как раз. А тебе надо испытать. Потрошите. Дай-ка я сохранюсь. Лови. Позже-то, а? Вот это еще бегать не умеешь. Сюда. О, хорошо. Молодец. Опасненько тут. Так-то, да? Давай-ка я этого ящера грохну тоже. Где-то тут. Родненький. Вон он ты ходишь. Сейчас я тебе жахну. Ко мне шип. Ты че? Ты че? Ты че не убьешь? Не бьешь. Не надо ко мне идти. О, хорошо, это как, а? Я определенно сделал хорошее дело, купив эту штуку. Потому что она так жарит, что мама не горюй. Капец, эти камни шипы, они че, везде тут? Еще один. Оля. Надо его обойти. У меня уже закончились патрончики. Значит, добегая до сюда. Вон, я вижу уже мертвый клирик. Сохраняюсь. И бегу смотреть, че там за херня. Жим. А то сразу стало резко херного. Да? Да. Бразота, ты посмотри, какая-то тварь. Не умеет плеваться, это хорошо. Хм. Подолонился чуть-чуть. дохлый 250 опыта далее мы вообще крутые пацанчики особенно ты рэй ты его так хорошо отвлекал тонны хлам металлический хлам это было круто я не думал что у нас получится сохраняйся как ты что-то один такой да это вас двое а где охереть вон ты хочешь на обалдеть гнило молоха мы усилили ну рэй бля крутой пацанчик выполнена залежи эликса повезло дела все да тут больше ни хера нет прикольно таки камушки ушел пойдем наверно отдадим да или нет тут у нас еще кое-что было подожди новое старого это где такое то вот тут совсем неподалеку давай сходим посмотрим потом если чё вернемся вход надо пополнить запасы огнемета и всего прочего я круто епта мать ты что за скотина ты кто мать твой такой так не посмотрел чё за блядина всякой твари по паре этот ухты соринга ну конечно 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 только так сразу сюда не заберешь себя подруг и все кури там сторончика крупные животные все кури бамбук пацанчик что-то тут все херово вопельник что за вопельник да списка а 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 и это кто это кто это кто это кто это кто это кто мы просто если приколет я тебе не знаю парень о лечи нахер от меня сейчас надо надо наверно идти с заприпасами для огнемета и вынести тех мразей так я и сделаю бутылка с водой я возьму я выяснил откуда приходят мутанты докладывай как ты говорил они идут с северо-востока их притягивает месторождение эрикса неподалеку от хорта твои люди мертвы этого я и боялся я прикажу подготовиться к отправке нового отряда нужно разделиться с этими тварями пока они не атаковали снова разделаться ах да чуть не забыл твоя плата 200 осколков и 800 копыта спасибо побежали я 7 жопу намыли второй раунд зависла каждым разорка 125 опыта охереть ну чё мы справились главное что мы справились это главное тут еще какая-то свинья химера вот она чё так 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 растут ни хера нет давай-ка я вот так вот подойду сохранюсь и попробуем эту скотину пробуем эту скотину жахнуть и сюда синджон дран химмера маразута 160 нормально еще что такая убога это свинья зато я теперь знаю что здесь ничего нет там одна химера осталась но у меня на нее припасов не хватит выстрелов поэтому я пока поберегусь но я буду знать что она там так вот они да смотри уже там ты чё там стоишь она стреляет в кого-то у телепорта хорошо сохраняюсь мы пойдем разведаем счету за херня понятно но херово стало резко все резко стало херово как мне робота то убить уже мне сейчас будет покускировать даже вот так встану да у меня больше стреляет на нет больше дать один такой робота давай я тебе попробую такой же жахнуть сенчандра ты мне ничего не сделаешь горит хорошо тут самое главное свинья о хера 200 дали еще обалдеть рэй ладно сейчас встанешь не надо сохраниться потому что все может стать резко херово боевой если я отсюда постараюсь в них попасть я попаду недовольный давай помогай тяните сделают ты куда и чуть-чуть в них стреляет дурить как у меня не замкнули нас ближе стали да ты чё в них не бьешь на господи рэй ты заколебал пить матрас чё один готов отлично супчиками хлебнуть так надо вот этого крайнего только не помогай а нормально а так сколько осталось всех перебили не 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 херова тут что-то тут интересно есть это же для взлетная полоса как бы тут никакой сундук но это типа как развалины ага типа типа ага типа развалины бутылка эликсид забираем шикарно шикарно вышку пропустил как я макушку пропустить то алексей ух хорошо сюда один алексей только так телепорт что ты мне скажешь что за телепорт аэродром как ангар активен это только мне кажется ли это взлетная полоса действительно похоже на дорогу у тебя нет гвоздя мне нужно водяной пузырь проколоть нет гвоздя нет черт возьми опять придется зубами грызть какой водяной пузырь а в смысле это на кожу вскочил водяной пузырь зырь где свинья мне не хочется с ними вступать пока что так и у нас значит телепорт вот он здесь хорошо ангар мы будем знать о шкафчик заперт ну ка ах твою мать так взломать 9 9 3 5 1 ни хера себе три цифры угадал 9 3 5 ну значит здесь будет 2 изящные столовые тарелки зато интересно я же на эликсид нацеливаюсь тут ничего интересного больше нет вот лежит везде такие интересные интересности так у этой антенны что-нибудь есть поблизости вот цветочек был уже не зря сходили всегда очень радует когда вознаграждают игрока за что-то это что бутылка с водой прикольно прикольно так там какие-то вражины что за уроды неужели эти саранча грубаные она где-то там наверху ходит а это мутант здесь мутировавшая свинья саланд зону ух ты долгий мой твой, ты такой долгий бичара бля сам вздохал хорошо смотрю тут этих саранчи уже две штучки любят они на болотах прятаться походу дело там второй тоже мутант так а тут что у нас ни хера спасибо вот это не радует когда разработчики так делают твою мать все не хана не бляхана пизиска хана их махтас три выстрела осталось чем ее потом шарашить буду непонятно защихляй там должен сдохнуть что касается этой мрази пошла ты нахер что-то все как-то не очень получилось ну щек твою мать тварь а смотри тут сколько уродов тварь и пойдем возьмем награду со столом убитого мутанта и валим нахер отсюда мы свое дело сделали я уже тут просто еще на свою жопу приключения и все подожду видела эти роботы продолжают сходить с ума нужно как можно скорее вернуть чипы и и тех роботов торопись пока весь хор не превратился в бойню шутик говорила у нас новые поломки если так пойдет дальше мне придется отключить все недавно выпущенные модели модули а это значит хорт беззащитным это оставит хорт беззащитным посмотрим смогу ли я извлечь необходимые данные из этого модуля но мне нужны чипы и и тех роботов получи послушай чипы и боевых роботов у меня ты опоздал наши люди заплатили за это жизнью что ж посмотрим получен ладно хватит болтать нужно проверить их и узнать пожалуйста отдай мне чипы что то я не видел чтобы за этими чипами очередь выстроилась ну ладно ты прав извини и спасибо за помощь ладно я ну все отлично что ты мне скажешь оставь меня в покое хотя может быть боевой колосс ну все мне тут надоело короче быть поехали в другое место так вот вот Продолжение следует...